Можно пока длину посмотреть. Слушайте, ну, я чисто пока для разминки выбрал, короче, этот сервак. О, кстати, Симпл залетел к нам, кто бы мог подумать. Ну что, доброго всем времени, суток. Новогодняя традиция, я бы даже сказал, да, с 21 года. Каждый год в начале, где-нибудь там в январе или в феврале, мы с вами заходим в какую-нибудь старую часть Counter-Strike'а и просто слегка ностальгируем. Для меня, конечно, эта ностальгия длится только два года, вот сейчас уже пошёл третий. Но, тем не менее, друзья, с вами Спектр, и сегодня мы снова в CS 1.6, и я думаю, что вы остались довольны. Если что, предыдущие два ролика в 21 и 22 году я оставлю подсказки вверху справа на экране. Из учётом того, что сейчас формально наступил уже Новый год, да, и этот ролик, естественно, как вы понимаете, немного заранее записываю, давайте посмотрим, живы ли сервера в CS 1.6. Блин, ладно, вы сами знаете ответ, конечно же. Посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Не забывайте про лайки, друзья, подписывайтесь на канал, и тогда в следующем году мы ещё раз заглянем, конечно же, в CS 1.6. А если вы хотите, чтобы я заглянул в тот же Source, или, может быть, посмотрел на что-нибудь другое в серии Counter-Strike, напишите об этом в комментариях. Ну что, давайте просто тянуть не буду, давайте насладимся всем этим, я пошёл искать любой рандомный сервер. Друзья, я знаю, что на моём канале очень много фанатов серии Stalker, которые я довольно редко снимаю, но тем не менее, фанатам хотелось бы порекомендовать очень хороший и качественный проект, на котором можно играть как в соло, так и с друзьями. Данный проект носит название Project Cataclysm. Проект имеет великолепную сюжетную линию, ту самую гнетущую атмосферу Сталкера, красивые локации и очень прекрасную графику. Project Cataclysm — это стандалон проект, который создан от фанатов исключительно для фанатов. На данный момент проект проходит своё бета-тестирование и уже готовится к полноценному выходу. Если вы переделали абсолютно всё в оригинальном Сталкере и вам нужно гораздо больше ощущений как самому, так и для пострелушек с вашими друзьями, залетайте в проект Cataclysm по ссылочке в описании, там вы можете обнаружить регистрацию на сам проект, а также группу ВКонтакте, чтобы следить за дальнейшими новостями. Поддержите начинающий проект и желаю приятной игры на их сервере. Нет, нет, я на фасткап! Я чуть на фасткап не сыр. Итак, друзья, сервер называется «Пьяная панда». Самое время отпраздновать, по-моему, Новый год. Итак, друзья, «Пьяная панда», поехали. Пойдём, конечно же, за контров. И у меня такое ощущение, что со звуком небольшая проблема. За GSG, кстати, пойдём. Так, сейчас надо всё это подправить. Говорит, сидит на жопе. Просто посмотрите на этот геймплей. Ну, в общем, друзья, в сегодняшнем ролике вас ожидает финский прошив, как говорится. Кривые вайперские ходы и так далее. В общем, да, сейчас всё будет. Итак, давайте потихоньку приступим. Покупаем сначала М-ку. Здесь, кстати, закуп не через Б-шку делается. То есть тут сразу 4 оружия на выбор, поэтому... О, найс ножик, кстати. Да, то есть тут сразу как бы всё нормально будет в этом плане. Чё делаешь? Окей, я вас понял. Чел, ты же, блин, какой пропускать. У нас челы, а честно, что зарезали фаната Трента Резнера. Ну ладно, не суть. Так, хорошо. Давайте купим слон. И пойдём, наконец-то, по-нормальному. Потому что сейчас самое время реально выполнять финский прошив. Пофиг, что с Авапой. Это неважно. Так, флешку накидывай. Хорош. Я знаю, кстати, что в CS 1.6 очень много прострелов. На том же Дасте я знаю только один, но он на точке Б, к сожалению. И очень хотелось бы вам его показать. Но я спецом выбрал сначала сервак 2х2 на Дасте втором. Чтобы хоть маленько АИМТ подразмять. Ой. Вы убили его? Хороший. Минус 53 дал. Так, готово. Ещё. Можно пока длину посмотреть. Слушайте, ну, я чисто пока для разминки выбрал, короче, этот сервак. О, кстати, Симпл залетел к нам. Кто бы мог подумать. Там типов осталось. А, один логотип остался. Слушай, а я не знаю, кому из них я прописал. Минус 53. Можно было, конечно, консоли посмотреть. Но уже, видимо, не суть. Пачка у нас. Поэтому всё нормально. Окей. Мне опять не дают никого убить. Сегодня я просто, короче, отдыхаю, ребята. Слушайте, друзья, на самом деле КС 1.6 живее всех живых. Вы, кстати, не забывайте про неё. Залетайте. Как я говорил, она у меня, может быть, не самая первая, конечно, была. В плане игры, да, вообще в Counter-Strike. У меня был Condition Zero первым. Но, тем не менее, господи, как приятно сюда вернуться. Вот бы ещё, кстати, посмотреть на старенькие версии. Типа КС 1.1 какого-нибудь. А почему бы и нет? Слушайте, посасываю, посасываю что-то я сегодня. У меня... Подожди, у меня одного тела? Серьёзно, нет? Как это так криво вообще получается? Дайте-ка я что-нибудь оформлю. Сейчас глушак наденем. Как приятно, что глушак, кстати, надевается через смену оружия. Господи, как вы не представляете, это СГО раздражает постоянно такое видеть. Там же надо, чтобы анимация полностью прокрутилась. Брат. Брат. Ты знаешь, что тебе конец вообще-то? Слушай, а по-моему, он спрыгнул вниз. Или это был спутник Лада, и мы его, короче, порвали? Такие дела. Ладно, наконец-то у Контров что-то начало получаться. Теперь я вступаю в бой. Жесть, типы, конечно, угорают. Слушайте, ну они совсем сами разобрались. Есть какой-нибудь прострел? Судя по всему, нет. Я говорю, я знаю только один, и он на Б. Но, по-моему, это всё равно хреново. Тут же когда урон наносишь, он же показывается, правильно? А, вот он где сидит. Ха-ха-ха, наконец-то. Хоть один килл я сделал. Но тогда можно ещё на раунд остаться, правильно? Пока меня не порвут по полной программе, я бы сказал. Автозакуп, кстати. То нормально. Можно, кстати, длину тогда, да, занять? Чё я постоянно её с авиком смотрю? Если можно, прям полноценно её просто занять. Жесть, там чё творится. Восемь типов затеров катает. Прикиньте, у нас, кстати, семеро. Но у нас уже тут конкретный залёт. Слушайте, сейчас, конечно, не самая лучшая позиция. Я не поверю, что они в шорт пойдут. Это было бы как-то тупо. Но да. Я и говорил, один точно лонг должен пойти ведь. Так. Пока останемся. Перезарядимся. Позиция, правда, хреновая сменить не могу уже. Опа. Ещё один длину пошёл. Это бред какой-то. Не знаю, я бы на их месте уже чисто к шорту стягивался. Ну, мы два в два, типа, остались. То есть, какой-никакой шанс-то есть. Ну, типа, он смотрит шорт, я смотрю длину. Остался, кстати, 10 секунд. Рож. Ещё один. Ласт. Охренеть. А может, он АФК стоит? Дотер 670 никнейм. Походу, АФК стоит, короче. Ладно. Ну, наконец-то. Слушайте, я, если честно, хочу вроде сменить сервак, но я жду своей первой смерти. Это что такое? А, голосование, Господи. Окей. Как я говорил, давайте до первой смерти, потом сервак, если что, короче, сменим, да? Там будет норма в этом плане. Как зажим, кстати, хорошо контролить с МКой в 1.6, вы себе не представляете. Легендарная всё-таки штука. Как приятно, что она будет жить вечно, скорее всего. Раз уж в 23-м, мы снова возвращаемся именно к ней. Не, ну это, кстати, за смерть еще не будет считаться, потому что я тут это... Пошел нафиг. Ребят, этот сервак не хочет меня отпускать, серьезно. Я жду просто первой смерти своей. Волк. Блин, у меня лет в 13 в школе был один тип, Диман. У него был ник Волк. Не знаю, почему я сейчас только вспомнил. Все такие ники вроде одинаковые, плюс-минус. Окей, сколько мы там? 3-4 раунда подряд взяли. Может, с калашом попробовать? Окей. Вот калаш, честно скажу вам, не особо люблю в 1.6. Да и в ГО, в принципе, тоже. О, а здесь хотя бы ВСЧ отработает. Но на всякий случай я бы его вырубил, потому что тут просто могут быть слова, которые Ютуб потом, блин, не пропустит. Итак, собственно, это у нас с вами Мираж, чтобы вы понимали. Снова берем М-ку. Жесть, что тут со скинами вообще происходит? Слушайте, Мираж в 1.6, по-моему, не в один из роликов у меня так и не попадал, потому что, да, не удавалось мне никак сходить-то на него. Но, скажу вам честно, тут какие-то минимальные различия с ГОшным, потому что... О, Найс прострел. Это потому что единственное, где я на Мираже и был. Прикиньте, я даже в Сорсе не был. Если, кстати, вообще там был на самом деле Мираж-то. И вот этого прострела здесь легендарного нет. Сейчас многие фанаты 1.6 такие, блин, чувак, не надо нам рассказывать про всякие прострелы именно в ГО. Потому что это все говно полное. Но отчасти я соглашусь с вами. Может быть, даже, кстати, полностью. Да, тут планта, конечно, жесть переделанная. Слушай, ФАМАС. Я не знаю, тут есть реально люди, которые ФАМАС покупают на полном серьезе? Потому что я к этому оружию всегда скептически довольно отношусь. Тем не менее. Я убил его? А, окей, я убил его. Я даже не заметил, честно говоря. Чисто рандомный прошив прострел сделал. Это, кстати, нормально, что тут ступеньки еще какие-то есть? Я просто говорю, я первый раз попал в 1.6 версию на Мираж. Понимали? Я сначала... Ой. Я сначала пытаюсь немного адаптироваться. Потом уже понять, что тут вообще происходит. Здорово. Соник. В твою мать. Интересно, а как я должен в теории стрелять по Сонику? То есть у него моделька, видите, она меньше, да? И типа я должен прям палить ему по ногам, да? И таким образом хэд, допустим, поставить. Окей. Парашют, кстати, на каждом серваке есть. Это хорошо. Ладно, ставь. Что, он там пачку ставит? А, а, это же 1.6, точно. Тут же пачка, это для слабых, да. Тут надо сначала выкосить всех, а потом уже, если время остается между раундами. Надо ее поставить. Ладно, сколько там? Я думаю, один тип остался. В смысле, контртеррористы победили. Он типа... Он типа бомбу не успел поставить? Жесть. Прикольно. Знаете, я просто произнес это, ну, как шутку вообще-то. Что, типа, в 1.6 сначала выкашивают всех, а потом бомбу плентят. Но, окей. Судя по всему, я вообще не ошибся в этом плане. Так что, да, друзья мои, рекомендую вам посмотреть ролики еще за 21-22 год в 1.6. Они получились крайне необычными, потому что в 21-м я вообще первый раз в жизни пошел в 1.6. Это что такое? Контейнеры какие-то? А, нужно зарегистрироваться, чтобы подбирать их. Понял. Вот, а в 22-м, короче, мы с вами спидранили КС 1.6. Господи. Вашу мать. Вот это зажим, вот это прошив, конечно. Слушайте, я вандер отступаю, мне пофиг. Притом, кстати, я хочу отметить, что за те два видоса у меня именно в этом прям хорошо летит. А знаете почему? Потому что я всякие стримы по КС 1.6 смотрел весь год. Я наконец-то понял, как тут отдача-то хоть контролится у оружия. Потому что первые разы я вообще нихрена не понимал. Доступно только VIP-игрокам. У нас остался матроскин 163. Эм, какварик. Липси пикабом. У нас 30 секунд остался. Эм, какварик, короче, этот чел может на КТ сидеть. Судя по всему, нет. Ладно, не приманили бы его. И на сервере не зарегались. Поэтому контейнер не подберем. Опа. Минус 26. Против кого ты там тягаешься? Он там еще в чат что-то сказал. Блин, жалко, он меня все-таки вырублен в этот побед был. Жесть. Ладно, что у меня там? Ноль смертей. Пять счет. Счет это же, ну, типа килы. Слушай, 5-0, если я иду, то это круто. Всем пацанам с Ижевск передаю привет. Потому что это сервер под названием Ижевск рулит. И знаете, что самое тупое? Самое тупое то, что у меня почему-то Фамас оказался в руках. Хотя я брал Эмку. Но уже не суть, видимо. Блин, тут... Ааа, подожди, это же 1.6, да? Тут можно, короче... Блин, да, я туплю. В 1.6 же бюрстом можно фигачить. Кстати, я, если что, выбирал карту ДАС-2, чтобы вы понимали, что вот это такое. Я абсолютно без понятия дороги. Пошло 12 секунд, вы не можете использовать вип-меню. Какое нафиг вип-меню? У меня тут свои приколы. Это... Слышите? Я выбирал ДАС-2 вообще-то? Что, мне тут сунули хрень какую-то? Которые террористы победили. Слушайте, первый раз попал на карту, вы можете бросить 3 ножа. А, ну, видимо, не суть. Так, что мы выбираем? Эмку опять выбираем. Не знаю, ребят, с Эмкой люблю катать больше всего в Counter-Strike. Честно говоря, больше, чем Калаш нравится. У Калаша разброс какой-то нереальный. Пробую, как говорится, за контроль. И стреляю, кстати, во все подряд. Плюсом тут еще аптечки, прикинь, валяются. Жесть. Я помню, был какой-то ДАС-2 в каком-то старом Counter-Strike у меня на дисках еще. И там, короче, была точка С на нем. На втором ДАС-2. Есть, короче, кто помнит такую штуку? Напишите, пожалуйста, в комментариях, где это было. Может, с Арсейта, кстати, было? А я внимание обратил. Вы взяли 94 брони. Прикольно. Пацаны, не тушуйтесь. Что происходит? Кто их гасит? А, понял. Окей, ферст килл. На самом деле, не ферст килл. Не знаю, мне сегодня прям хорошо летит. Мне кажется, что играть в 1.6 в новогодние, это прям шикарная традиция. Я надеюсь, она останется на канале до самого конца. Блин. Я хотел на ножик переключиться. А вместо этого я опять... Эй, а на этом сервере нельзя следить за противоположной командой. Это бредятина полная. Ну ладно, не суть. Короче, ребят, нашел еще один сервак с ДАСТом. Нифига, тут РПГ, серьезно. Да, нашел, короче, сервак с ДАСТом вторым, только в этот раз с полным. И еще попробуем пару раундов на нем откатать. А, прикинь, на этом сервере еще, короче, тиммейтов можно поднимать, представляешь? Шесть. Додумались ведь. Серьезно, ведь додумались еще до такого. Ну да ладно. Ну в общем, да, такой новогодний чистый сервачок. Как видите, елочка, все дела у чела отвратительные. А им, конечно, может быть не мне судить. Но скажу вам честно, сегодня, как никогда, мне прям хорошо летит в КС 1.6. Давайте посмотрим. 51 минута, 2 часа всего. Какой ужас. Слушайте, игроков здесь, конечно, много. Включить снег, да. Пускай снег у нас будет. Отлично. Вот теперь прям максимальная такая новогодняя анонсфера. Здесь, кстати, закуп у нас идет... Ой, блин, закуп-то и у нас идет стандартный здесь. Проблема только в том, что у меня, короче, закуп патронов на кнопку выключения звука в игре. Ну, на записи, я имею в виду. Поэтому, да, все плохо. Надо было, кстати, в сторону контров выбирать. Я знаю, что вот тут где-то есть прострел, да? Вот какой-то такой. Только с обратной стороны я его знаю. Со стороны в Темку. О, черт. О, черт. Ну, одного хотя бы забрал. Правда, его сейчас может тиммейт поднять, но... Окей, на карте появился президент. Найдите его. Проказник, может ты поднимешь меня? У тебя, кстати, есть шанс, в принципе. Слушайте, жесть. Это какой-то сервер вообще полностью модифицированный. Какие-то костюмы Джона Рэмбо. Какие-то Татарстаны. Это кошмар какой-то. Сейчас, слушайте, легендарный сервер. Вон, ks96ssr.ru. Братан, я думал, это враг был, честно говоря. А может, это и был, кстати. Я так и не понял. О, спасибо, мужик. Дай бог тебе, как говорится, здоровья. Так, ладно. Поднял. Пошло время оправдать свое поднятие. Слушай, блин, по 90 не хочется так-то ходить. Найс. Я понял, что там у меня в Темке чел. Эх, придется брать калаш. Ну, что ж поделать. Придется полностью распрощаться с отдачей, короче, в этом оружии. Ладно. Оружейка плюс 20 урон. Серьезно? Тут еще и можно доп. урон на оружие покупать. По-моему, это дисбаланс слегка. И вот как это контролить, смотри. Бред, я вообще абсолютно без понятия. Ладно. Переключаемся. Подожди, это что за нож? Это М9, что ли? Обалдеть. Все скины из ГО. Блин, с нами какой-то экзорцист еще тут бегает. Он, по-моему, лечит. Просто челом бегает чисто. Так, это наш. Я прошу прощения. Я маленько нервничаю на этом сервере. Слишком много модов, слишком много моделек. Я просто... Я весь теряюсь. Их только что убило. Я ничего не понял. Послушайте, ребят, последний, наверное, сервер на сегодня. Уже забыл, как он называется. Сейчас глянем. А, Москва у детка, отлично. Ну, слушайте, могу сказать, что вылазка в 1.6 в 23-м была весьма даже хорошей и показательной, между прочим. По-моему, игра нисколько не устарела за год. И думаю, в 24-м самое время будет еще раз в нее, конечно же, зайти. Только бы еще контролил я... Отдача тут нормальная, пацаны. Не пушьте меня только. Да пофиг, погнали, да? Чисто... Че я... Че я трус, что ли? Ну, формально-то он меня запушил. Блин, ладно. Там на второго просто хп уже не было, честно говоря. А что это за полоса постоянно идет? Я не понимаю. Там какая-то полоса шла, с нишками вон все еще кидаются. Ну, короче, прям шикарная новогодняя атмосфера. Надеюсь, ребята, как говорится, тоже здесь кайфуют. Вообще, что я вам, друзья, могу сказать? Наверное, на этом будем потихоньку уже закругляться. С вами был Спектр. Это была наша ежегодная вылазка в КС 1.6. Если, как говорится, нужно вылезти в Сарсу, просто напишите об этом в комментариях. И всех с наступившим Новым Годом. Я, конечно, понимаю, что уже, наверное, ролик выйдет как через неделю после этого. Но, тем не менее, мне чисто по настроению прям идеально это все записывать именно сейчас. Поэтому и поздравляю в этот момент. Играйте в хорошие игры. А, играйте с хорошими модами, но я успел забрать Влада чисто под конец серии. И посмотреть другие ролики по 1.6, которые мне выходили в предыдущие годы. Собственно, услышимся. Всем удачи. Не болейте. И пока. И пока.